здравия желаю сегодня в кадре ботинки лова элит маунтайн и обычная обзоры обуви делают только спустя несколько сотен километров пробега и пройдя по разной местности но иногда я делаю обзоры практически сразу после покупки в том случае если оба мне не подошла и я собираюсь ее вернуть что как раз сейчас и произошло и специально для тех кто не любит смотреть долгие видео сразу скажу их огромный минус для меня они не подходят для снега вообще они ужасно по нему скользят просто как на лыжах но теперь по порядку вначале расскажу почему я выбрал именно данную модель потом немного о самой модели хотя информации совсем мало в сети и потом уже непосредственно перейдем к ботинкам покажу их вблизи я выбирал свои демисезонные ботинки на весну осень для походов именно для однодневных походов никакого города никаких недельных вылазок на природу местность у нас здесь по которой я хожу свои походы лесная холмистая почва песчаная и еще хоть и не часто но иногда я выбираюсь в горы и мне соответственно были нужны ботинки чтобы можно было в них лазить и в горах и ботинки мне нужны были демисезонные на весну осень и зиму но с учетом того что зимы у нас мягкие допустим сейчас у нас минус 3 вчера было минус 5 а максимум один день было минус 13 жутких каких-то сибирских морозов у нас нет здесь в принципе поэтому утепленной обуви у меня никогда не было в нашем климате достаточно просто демисезонных ботинок до этого времени я пользовался ботинками именно для походов модель лова таурус и решил их заменить потому как стали они протекать и при выборе я руководствовался тем что мне нужен во первых это высокий ботинок с высоким берцем чтобы была дополнительная защита от снега так как в коротких ботинках или в кроссовках вот здесь даже гуляя по лесу с собакой сворачиваешь в сторону с тропинки и все у тебя уже полный ботинок снега далее мне важно было чтобы максимально был цельный материал самого башмака без кучи разных лоскутков из которых он шит и желательно чтобы это было ну какой-то толстый такой хороший уверенный добротный материал и также еще главным фактором для меня был это резиновый носок усиленный резиновый носок и по возможности резиновый кант который существует на некоторых других моделях ну естественно цена тоже была важна и спустя многочисленное количество различных обзоров как текстовых так и видео я остановился на этой модели тем более я хотел ее в свое время когда-то взять перед тем как выбирал я свою предыдущую модель вот эти мои ботинки походные лова таурус я остановился на них но изначально рассматривал такую модель и так что мы знаем вообще о марке лова в 99,9 или даже сотых тысяч процента все знают только лова зефир лова зефир это наше все вы откроете youtube и миллион просто обзоров этих ботинок и также существует миллион различных подделок на эту модель и все потому что они прикольные они крутые они тактические они офигенно выглядят и поэтому все их и покупают о других моделях лова вообще мало что известно допустим моя вот эта вот пара которую я показывал ее только один обзор и только от меня но может какой-то еще там магазины имеется так и в данном случае никаких обзоров просто ноль один видео обзор из магазина там где их повертели покрутили и также наткнулся на один текстовые текстовый обзор довольно детальный но там информации по зиме вообще нет никакой и так лова элит маунтайн ну из той информации что я нашел в интернете в различных магазинах это ботинки для военных они поставляются в армию великобритании также они есть в польской армии детально на этом всем я останавливаться не буду я это детально не изучал и что интересно на сайте компании лова о них информации нет никакой также у них еще есть можно сказать старшая модель просто маунтайн без приставки элит они уже выполнены из кожи не из нубука а из такой глянцевой кожи там нет вставок этих и кордуры и уже идет идет полностью такой резиновый кант по всему периметру ботинка цена и где их купить кто не знает я проживаю в польше и в естественно все я покупаю в польше даже у нас в интернет магазинах их очень мало буквально там в паре магазинов я их нашел но если нужны такие ботинки кому или вообще модели лова маунтайн я рекомендую зайти на польский ол x это торговая площадка на которой не магазины а как частные объявления выкладывают и я так понимаю что продают их сами военные ну или кто к этому как-то приближен потому как заходишь продавцу у него помимо обуви допустим такой там еще всякие штаны берет и куртки и рюкзаки и всякое такое прочее еще очень важный фактор для меня был это чтобы ботинки были с мембраной ну естественно есть сейчас другую обувь в принципе и не рассматриваю потому как уже 21 век технологии давно шагнули вперед и знаете смешно читать когда под обзорами какие-то ботинок пишут что то это все херня вот я в кирзовых сапогах свое время в девяносто первом году в каких-то берцах отходил в портянках я таких людей в общем не понимаю потому как я в свое время тоже отходил в дубовых казенных берцах с портянками честно конечно с такой обувью с мембраной и с хорошим носком их конечно же не сравнить и так получил я эти ботинки и что же мы имеем первое впечатление сугубо положительное ты берешь в руку его этот башмак во первых чувствуется вес да они тяжелые пара весит примерно килом 800 кило 900 но в зависимости от размеров это как бы немало я вот сейчас одел свои ботинки вот эти старые лова таурус и они существенно легче идти них соответственно тоже легче вес конечно же чувствуется но знаете как вес как говорил по заветам бориса бритвы до вес это хорошо вес это надежность и так и эти ботинки берешь в руку и ты блин он такой дубовый это толстая твердая резина толстая это подошва этот носок резиновый просто но это монументальная вещь итак сам ботинок сделан из кожи и замши не знаю как это правильно там это одно и то же или как кожа толстая от двух до двух целых дву десятых миллиметра толщиной кожа не лакированная не глянцевая и как пишут что за такими ботинками уход легче если появились здесь какие-то там потертости какие-то царапины просто эта тряпка вытирается и все их не нужно кремить и имеется с двух сторон вставки из кордуры и это тоже для меня было таким важным выбором почему я не те взял mountain который полностью кожаный для лучшей вентиляции все-таки мне нужен трекинговый ботинок для походов много хожу а хожу я так допустим в этих лова в моих старых я отходил за один раз за один день 40 километров максимум а так были по 30 20 15 10 поэтому для меня вот эта часть была важная чтобы нога лучше вентилировалась также вставки это кордура здесь также имеются вставки из кордуры пятка здесь кожа более мягкая чтобы играла нога чтобы она могла сжиматься по общим ощущениям когда одеваешь ботинок на ногу такое чувство будто у тебя но если не лыжные ботинки а ботинки для сноуборда настолько они массивные такие крепкие знаете такие дбл и и я получил только позавчера и вот вчера сегодня утром я в них гулял всего лишь три раза вышла я на природу отходил может три раза ну километра по три максимум в общем 10 километров я в них прошел про удобство ничего сразу не скажу потому что 10 километров но это вообще не расстояние и говорить будет они натирать или не будет или не будут я не знаю этого так вот когда ты их одеваешь на ногу чувствуется что у тебя все зафиксировано все крепко все надежно голеностоп просто ну просто держится великолепно я в них пробовал сбегать вниз по крутому склону забираться наверх на него фиксируется ну офигенно как ты ногу там не ставь подвернуть просто нереально скорее всего что ты просто покатишься с этого холма но с ногой тебя ничего не случится в этом плане конечно огромный плюс но в общем когда идешь конечно такое ощущение дубовости чувствуется что у тебя нога сгинается плохо резина здесь практически они они практически не гнутся тем более я буду продавать после этого обзора потому как начале сказания не подходят не хочу я сильно тут сгинать то все равно их вот максимум это так что я могу сжать реально мощная дубовая и большая высота это хорошо в походах во всяких горных походах но в последней жизни конечно это будет неудобно лучше брать модель пониже допустим за рулем ехать тоже неудобно управлять автомобилем нет в этих ботинках нет покажу поближе все выполнено отлично замечаний у меня никаких нет по качеству изготовления и кстати обратите внимание что вот эти места прошиты тройным швом в то время как практически везде на ботинках используется только двойной шоу в этих местах из того что прочитал нитки здесь использованы какие-то там специальные синтетические которые не вступают в реакцию с маслом бензином и прочим носок конкретнейший просто монументальный как и все ботинки мощнейший и такое впечатление будто здесь даже стоит не только резина а как будто знаете как на рабочих ботинках здесь стоит вставка из носок стальной у меня вот были буду сферов ские берцы не знаю какого производителя что там за фирма была и у них был стальной носок то здесь вот примерно те же ощущения резина здесь ну просто все можно бутсать кирпичи я уверен ничего с этим носком не случится также еще хорошо что идет наплыв сюда самой подошвы наверх дополнительная еще защита и кстати эти ботинки подойдут для крепления кошек ну каких-то там наверное профессиональных что в них для меня было необычное так это шнуровка она здесь здесь нет такой знаете скоростной шнуровки как вот на этих моих ботинка в которых я пришел там раз затянул крючки завязал быстро все то же самое снимать развязал крючки распустил кроссовок этот ботинок точнее шнурки распустились и можно сразу его снимать то здесь так не получится во первых потому что здесь нет крючков а сделаны вот эти вот все как-то люверсы не знаю как это правильно называется они сделаны до конца и это специально для того чтобы можно было в них прыгать десантироваться с маршрутом но так как наверное 99 процентов из нас делать это не будет поэтому для обычного пользователя это скорее минус еще здесь момент по вот этому среднему креплению она отличается от остальных и она сделана совсем по другому здесь как бы таких не знаю как это показать я не смогу она шире здесь как бы два паза под шнурок и вы допустим когда завязываете ботинок вы не можете потянуть за самый верх и чтобы все зашнуровалась нет здесь как бы существует этот промежуточная фиксация вы тянете за шнурки у вас эта часть только затягивается а чтобы затянуть весь полностью ботинок то нужно сначала подтянуть вниз к середине потом середину эту тоже а шнурки там еще как-то фиксируются как-то там не знаю необычным интересным образом они там как-то зафиксированы вы должны их поправить подтянуть потом после того как это все нижняя часть зафиксировалась вы подтягиваете верхнюю часть ну в общем такое себе знаете мне это неудобно для меня вот именно такие вещи такие технологии не нужны может для кого-то это и будет плюсом по размеру ботинка подойдет абсолютно всем также людям с широкой стопой и высокого к примеру как у меня у меня очень часто бывает что мне какая-то вот обувь нравится я ее меряю но если такая возможность есть в магазине померять она мне не подходит то узкие бывают какие-то кроссовки или ботинки то подъем здесь не позволяет мне вообще туда ногу просунуть то эти ботинки подойдут для всех язык ботинка сделан также из кожи и поэтому по эту высоту можно погружаться в воду ботинок не протечет и также еще дополнительно существует сам от язычок еще выше самого ботинка и он еще как бы дополнительно защищает чтобы вам внутрь не попадали никакие там веточки палочки когда вы идете теперь по размеру здесь 44 с половиной что соответствует длины стельки или как длины стопы я все забываю что это значит 287 миллиметров и как я тоже вот часто повторяю при обзорах обуви у ловы отличается вот этот размер размеры стопы потому как к примеру в обуви adidas или соломон у меня размер 44 и 2 3 то здесь 44 с половиной но там 44 2 3 но размер стопы это под размер стопы 285 а здесь 287 понимаете да размер меньше но стопа больше и поэтому так вот как-то сложно угадать ну я теперь уже знаю это моя вторая пара первую свою лова я когда покупал тоже думал что брать 44 или 44 с половиной и как бы тут такого да вот эти вот 87 там 83 ну такое вот не не кратное 5 поэтому как бы сложнее подобрать я решил что пусть будут на вот эти там два миллиметра пусть она будет чуть больше я одену там потолще носок но лучше чем я возьму их 44 размер а он будет например мне чуть-чуть маловато пусть уже лучше будут чуть больше следующая мембрана мембрана здесь фирмы гортекс как бывает наверно в 90 процентах случаев обычно производители ставят эту мембрану ничего не скажу держит она воду как сильно как долго потому как я в них не ходил ходил только два дня как и уже много раз говорил плюс эти ботинок что они толстые сделаны из толстой кожи и это дополнительно еще защита от воды от влаги примеру мои вот эти от лова лова таурус они здесь сделаны здесь замша и на них кстати есть обзор кому интересно ссылка в описании пятка и носок замшевы а здесь ткань это даже не кордура это какая-то ткань а здесь вообще ткань в какая-то фуфло в общем я не знаю как это правильно назвать она промокает промокает сама ткань стоит допустим стать воду и она практически сразу ткань промокает впитывает воду и дальше мембрана конечно держит ее но из-за того что влага прилегает прям к ноге ты чувствуешь этот холод и поначалу мне казалось что они промокли но это не так нога сухая но холод чувствуется то конечно в обуви которая цельнокожаная там или практически цельнокожаная или из каких-то таких вот более прочных скажем так толстых материалов защита от воды естественно лучше потому как кожа пока она впитает она конечно тоже впитает воду со временем но не так быстро как простая тоненькая ткань по теплу это не зимние ботинки как часто тоже смотрю как не обзор ботинок так и все пишут а в зиму а в мороз можно в них ходить а в какой минус блин не существует такой обуви в которой можно ходить в плюс 50 и там в минус 30 нет такой обуви так и это это обувь не зимняя но для такой для умеренной зимы она пойдет я отходил в минус 5 прям супер комфортно с теплым носком как будто я сижу где-нибудь на диване вытянув ноги перед камином уверен что и до 10 градусов тоже можно смело ходить дальше я не знаю да не на минус 20 ну вряд ли они подойдут даже с каким-то теплым носком это уже должна быть специализированная зимняя обувь стелька какая-то тоже наверно с какими-то супер технологиями я не знаю в несколько слоев и такая она плотная допустим отличается от отель для той стельки которая у меня такое впечатление как будто она даже зимняя что ли не знаю ну в общем стелька плотная как бы так показать внутренности ботинка потому как язык сильно не оттягивается надеюсь там будет видно мембрана здесь я даже не знаю она идет полностью как чулок или доходит только до подошвы потому как здесь не видно сверху от приклеена вот это вот уже белая часть как это я не знаю там белая часть подошвы в общем поэтому непонятно опять же от моих ботинка в которых я сейчас вот сижу стою там мембрана там видно что мембрана пришита именно к основанию подошвы она пришита приклеена и проклеена тоже то здесь этого не видно ну может быть она здесь полностью закрывает как чулок ботинок и находится здесь даже в нижней части его и далее самое интересное это подошва кстати вот такой факт еще необычный здесь имеется маркировка выштампована вибрам фирма которая производит эту подошву и здесь она сделана это вот посмотрите так расплывчато в то время как на гражданских версиях она так более ярко выражена и там она зачастую желтого цвета эта бирка то здесь она в цвет подошвы такая расплывчато и это сделано ну как я прочитал в одном обзоре что это специально сделано чтобы при отпечатке не было видно вот этого слова вибрам и чтобы никто не понял глядя на этот отпечаток что здесь прошел человек в такой супер какой-то специализированной обуви подошва сама толстая толстенная прям толстая и дубовая я это уже показывал и рассказывал по подошве и вообще хождению в этих ботинках вчера специально прошелся по всяким веткам корягам под снегом по листьям там лежат все это навалено идут шикарно ты просто едешь как в танке хрустит все кроме твоей ноги ломаются и трещать ветки листья все остальное офигенное ощущение ты реально чувствуешь себя не то что в как будто внедорожника реально ты как будто на танке едешь по этому всему и опять же фиксация голеностопа просто шикарная если типа снегу по обычному снегу то тоже как бы нормально а стоит выйти просто на дорожку на которой снег как ухоженный утоптанный или же на дорогу по которой ездили автомобили и накатали снег то это все это начинается проскальзывание я конечно ну так подофигел скажем так думал вначале что может это какие-то свойства подошвы она пока новая там чем-то смазана что-то еще но наверное из за того что она такая дубовая и наверно поэтому она скользит скользит ужасно если просто разогнаться и проскользить по дорожке можно уехать нормально можно зацепиться взять трос зацепить за автомобиль и за ним как на каких-то водных лыжах можно ехать по утоптанному снегу и вы когда идете что самое оно прям напрягает при ходьбе каждый каждый шаг чувствуется проскальзывание именно вот носок вы идете и вот когда ногу назад убираете проскальзывание носка вы чувствуете это конечно ну это это как это не то что бесит а ты на это отвлекаешься я первый раз когда в них прошелся ну да было может я так подумал что с непривычки наверное мне так чуть-чуть неудобно чуть-чуть они там дубовые они выше чем мои они толще они жестче думаю ну разносятся будет нормально что я прогулялся где-то час я ходил возвращаюсь домой и так я чувствую как-то подустал а прошел всего лишь там каких-то километра три кто прошелся еще раз два раза вчера и потом сегодня утром я шел и я понял что я устал именно от того что я иду и постоянно постоянно вот это вот проскальзывание и я должен это как бы контролировать я отвлекаюсь я обращаю на это внимание практически на каждый шаг чтобы не подскользнуться а если какие-то спуски или подъемы то все ты ты приключаешься ты не идешь смотришь по сторонам да там на на свою собаку еще куда-то в телефон а ты сосредоточен на том чтобы ты не поехал не покатился никуда вниз вот это меня конечно огромный просто огромнейший минус из-за этого я их буду продавать отправить назад не получится потому как я брал их не в магазине у частного лица и все как бы при покупке меня все устроило я нажал кнопку окей ну а потом выявилась такая вот история поэтому я их буду перепродавать ну что ж потеряю чуть-чуть в деньгах ну зато надеюсь возьму им на замену уже то что меня устроит полностью и почему для меня важно проскальзывание это чтобы ботинки по снегу нормально шли опять же